Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Из получения Святаго Иоанна Златоустого на книгу Бытие. Цитаты Священного Писания из Синодального перевода Библии. Чтение Божественного Писания, подобно сокровищу, как получившее из сокровища малую частицу, приобретает себе великое богатство, так и в Божественном Писании, даже в кратком речении, можно найти великую духовную силу и неизреченное богатство мыслей. И не только сокровищу, подобно Слово Божие, но и источнику, источающему обильные потоки и имеющему многие воды. Это все мы узнали в самом деле вечера, на самом деле вчера. Начав с первых слов книги Творения, мы все поучение посвятили словам, «Вначале сотворил Бог небо и землю, и однако не могли обнять всего, потому что велико богатство этого сокровища, и обильны потоки этого духовного источника. Не удивляйся, что так случилось с нами, и наши предки по своим силам черпали из этих потоков, и наши потомки будут делать то же самое, и однако ж не будут в состоянии исчерпать все. Напротив, воды будут пребывать и потоки умножаться. Таково свойство потоков духовных. Чем более будут черпать из них, тем более начнет пребывать и умножаться благодать духовная. Поэтому и Христос сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иоанна 7, 37, 38. Показывай нам обилие этих потоков. Если же таково свойство духовных потоков, то пусть каждый из нас в обилии принесет сосуды ума, чтобы, наполнив их, возвратиться домой, потому что благодать духа, как устроит, усмотрит пламенное желание и возбужденный ум, сообщает дары свои в обилии, и так оставив все житейское и вырвав из себя заботы, могущие подобно тернию заглушать ум наш, сосредоточим нашу мысль на духовных стремлениях, чтобы выйти нам отсюда со многую пользою, с великим и славным приобретением. Но чтобы наша речь была для вас яснее, напомним вашей любви нечто из сказанного вчера. Таким образом, и то, что будет сказано сегодня, соединим со вчерашним как бы в одно тело. Вчера, как помните, мы показали, как блаженный Моисей, повествуя нам о творении этих видимых стихий, сказал, «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста». И объяснили нам то, почему и для чего Бог создал землю безобразную и неустроенную. Думаю, что все это вы хорошо помните. Затем сегодня нужно рассмотреть последующие слова. «Сказав, земля же была безвидна и пуста, Моисей с точностью объясняет нам, отчего она была невидима и неустроена, и говорит, «И тьма над бездною, и дух Божий носился над водою». Смотри, как здесь блаженный пророк не говорит ничего лишнего и как не описывает по частям все сотворенное, но сказав нам о главнейших стихиях и упомянув о небе и земле, все прочее оставляет. Так он, не сказав о сотворении, вот говорит, «И тьма над бездною, и дух Божий носился над водою». Они это и покрывали землю, то есть тьма и бездна вод. Отсюда мы узнаем, что все видимое было бездную вод, покрытую мраком, и нужен был премудрый творец, чтобы прекратить все это нестроение и привести все в благообразный вид. «И тьма, говорит, над бездною, и дух Божий носился над водою». Что означают слова «Дух Божий носился над водою». Мне кажется, означают то, что водам была присуща некоторая жизненная деятельность и что это была не просто стоячая неподвижная вода, но движущаяся и имевшая некоторую жизненную силу. Неподвижная ни к чему не годна, а движущаяся пригодна на многое. И так, чтобы научить нас, что эта вода великая и необычная имела некоторую жизненную силу, Моисей сказал, «И дух Божий носился над водою». А Божественное Писание наперед говорит об этом не без причины. Но так как оно имеет в виду показать нам, что из этих вод по повелению Создателя Вселенной произошли и животные, то и дает здесь уже знать слушателю, что вода не была просто стоячая, но двигалась, разбегалась и все заливала. И так, когда все видимое не имело надлежащего вида, высочайший художник Бог повелел, и безвидность исчезла, явилась необычная, необычайная красота видимого света, прогнала чувственный мрак и осветила все. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Сказал и совершилось. Повелел, мрак исчез, явился свет, видишь неизреченную силу Божию. «Смотри, Он только сказал, и явился свет, и исчезла тьма, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Что значит «и отделил»? Каждому назначил свое место и определил соответственное время. А потом, когда это совершилось, Он уже дает каждому и соответственное название. «И назвал Бог, говорит, свет днем, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Видишь, как это прекрасное разделение и чудное создание, превышающее всякий ум, совершается одним словом и повелением. Видишь, какое показал снисхождение блаженный пророк или лучший человеколюбивый Бог устами пророка, научающий рот человеческий тому, чтобы он знал порядок творения, кто творит всего и как каждая вещь произошла. Так как рот человеческий был тогда еще слаб и не мог понять совершеннейшего учения, то поэтому Дух Святый, двигавший устами пророка, говорит нам обо всем приспособительно к слабости слушающих. И чтобы увериться тебе, что он употребил такое снисхождение, в этом повествовании действительно по несовершенству нашего ума, смотри на сына Громова, как он, когда рот человеческий сделал успехи в совершенствовании, уже идет не этим путем, а другим ведущим слушателя к высшему учению. Иоанна 14, 1, 9 «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Как здесь этот чувственный свет, произведенный повелением Господа, прогнал видимую тьму, так и духовный свет прогнал тьму заблуждений и заблуждающих привел к истине. Примем же с великую благодарностью наставление Божественного Писания и не будем противиться истине и оставаться во мраке, но поспешим к свету и будем творить дела достойные света и дня, как и Павел увещевает, говоря, как днем будем вести себя благочинно и так отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. Аминь». Аминь. 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 Аминь.